Здравствуйте, вы смотрите программу специалисты о первичке в студии Екатерина Семченко. Петроградский район на сегодняшний день лидер по ценам на недвижимость в Петербурге. Можно ли найти более доступное предложение в новостройках района? Мы повеседуем с руководителем консалтингового центра петербургская недвижимость Ольгой Трошевой. Здравствуйте, Ольга. И сегодня мы поговорим еще об одной очень интересной локации, на мой взгляд, это Петроградский район, еще один из центра Петербурга. Вот скажите, пожалуйста, строит ли что-то новое сегодня, новое жилье в Петроградском районе? Конечно же, новые объекты появляются, может быть, не в том объеме, как в других спальных районах, но появляются, да, в различных причем сегментах. Но Петроградский район, основная масса, безусловно, это высокий ценовой класс бизнеса, или это порядка 75% представленных объектов в этих классах. Но есть объекты, которые могут по ценовой категории пересекаются с комфортом, да, по ряду территорий. Но их немного, единичные. Единичные, они скорее точечные такие, или что-то строятся какие-то, как жилые комплексы? Точечные, возможно, это какая-то ценовая политика там застройщиков. Например, у L1 компании, да, было предложение достаточно низкое по цене, в отличие от объектов там среднестатистических в районе по бизнес-классу. Ну, такие предложения, я думаю, их немного, да. Все-таки объекты по уровню цены, они выше, чем комфорт в целом, да, и приближены, конечно же, бизнес-классу. Единственная разница, конечно, в локации и уровне иногда дома. Цена достаточно как бы соответствует нижней границе бизнеса, где-нибудь так. А скажите, пожалуйста, спрос вообще на жилье, новое жилье на Петроградке, он насколько велик? Ну, если говорить об объеме предложения, то сегодня в районе порядка 30 жилых комплексов строится, либо построено различных классов. Ну, если говорить об объеме строящемся, то уже свыше 400 тысяч квадратных метров, ну, в объеме предложения порядка свыше 200. На спрос, на объем предложения приходится порядка 6%, на спрос порядка 4%, если говорить в объеме спроса по Санкт-Петербургу. А с точки зрения перспективы строительства новых жилых комплексов, вот как можно оценить Петроградский район? И, скажем, есть ли возможность появления там более доступного жилья? Ну, какие-то, может быть, масштабные более проекты, которые позволят несколько снизить цену? Ну, пока по перспективам развития, все-таки объекты больше текотеют, да, там, бизнес-классу, да, и даже, несмотря на развитие каких-то достаточно масштабных, это речь не о 20, например, а о 50, там, 80 тысяч жилья, да, например, у нас в перспективах, там, Петровский остров планируется развиваться, конечно, все равно это уровень жилья, соответствующий там бизнес-классу, возможно, какой-то объем комфорт-класса, да, но цены, они все равно выше среднего городских, выше среднего, например, в комфорте, это уже больше 100-120 тысяч, конечно же. А как по-вашему, почему именно Петроградский район, так сказать, лидирует по ценам, да, на сегодня, на недвижимость? Почему не Центральный, например, или не тот же Василий Островский, о котором мы говорили в прошлый раз? Почему именно Петроградский? Да, весомый вклад в это, конечно же, в определение цены по району, да, вносит, конечно же, наличие Крестовского острова, да, где территории, ну, с развития там элитного сегмента, конечно же, весьма востребованы, и характеристики этого местоположения, там, видовые, и уже существующая застройка, складываемая там не уже много лет, конечно же, накладывает и на уровень средней цены по району. Там, безусловно, верхний уровень элитного сегмента, это объекты, там, люксовые объекты, и сейчас, конечно же, там уже пятен единично под развитие, но, тем не менее, есть и проекты перспективные, например, компания «Возрождение», которая планирует там открыть продажи в новом комплексе, есть новые проекты, которые запускаются, например, «Динамо», да, на перспективе «Динамо». То есть есть проекты, которые сейчас, ну, запустились, да, есть уже построенные объекты, где, конечно же, есть в реализации квартиры, ну, это вот верхний сегмент элитный. Но, наверное, стоит отметить, что Петроградский район еще развивается и в бизнес-классе. Например, вот на старте продаж недавно, да, запустила компания «Сэтл Сити» жилой комплекс «Мироздание». С точки зрения развития инфраструктуры Петроградский район благополучным, можно ли его таким назвать благополучным, что есть там все, хватает детских садов, школ и прочих объектов? Ну, это зависит, опять же, от локации. В каких-то местах, да, там нагрузка минимальна, где в последнее время, например, там не появлялись массовые какие-то объекты, ну, объемы строительства, да, а где-то, конечно же, нагрузка увеличена. Ну, и поэтому там рядом проектов, там предусматриваются какие-то объекты инфраструктуры. А с точки зрения развития будущего Петроградского района, есть ли там промышленные предприятия, которые, может быть, ждет какой-то редивелоп? Да, вот мы знаем, недавно выставлено на продажу одно из промышленных предприятий, которым, возможно, возникнет жилье. Какие перспективы развития с этой точки зрения? Ну, вот то, как у большей части районов исторической части, да, Санкт-Петербурга, ряд территорий промышленных, они предполагают редивелопмент. Площадки не первый год уже о них известны, да, которые планируются, там, либо идет процесс подготовки, либо ведется поиск инвесторов, либо есть собственники, которые прорабатывают эту территорию. В частности, уже строятся объекты на таких площадках, например, Europa City, это завод Электрик, да, ну, и ряд других территорий. Ну, и перспективные территории, это какие-то промышленные площадки, это, как уже вы назвали, тоже заводы, да, это, наверное, большая часть потенциала, опять же, территории. Ну, и есть какие-то, наверное, точечные объекты, связанные с реконструкцией, связанные с возможностью сноски старых зданий, возможно, имеющих различную функцию, которые точно могут возникать еще в районе. А вот с точки зрения архитектуры, все-таки район застроен действительно старыми зданиями, старинными, иногда это памятники, часто это памятники архитектуры. Современные строительные компании, да, они подходят как-то трепетно к архитектуре, или все-таки стараются строить что-то новое, не связанное с привычной классической архитектурой Петербурга? Конечно же, зависит от застройщика, но мы понимаем, что все-таки есть и требования какие-то, да, на развитие архитектуры города, и, ну, возникают проекты и современного такого дизайна, архитектурного решения, например, был построен объектом на Петроградке, он достаточно такой, ну, фасады, где преобладает стекло, то есть, ну, есть такие объекты, есть МФК, которые предполагают такую вот современную архитектурную составляющую, наверное, это уже зависит от того, как это в общем впишется, да, вот, будем надеяться, что будет развиться гармоничный район, все-таки, с точки зрения архитектуры. Я благодарю нашего эксперта за беседу, напомню, в нашей студии была руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева.